Сегодня летим в Грозный, Чечня, на турнир VHMC, уже второй международный турнир. Посмотрим, насколько вырос уровень бойцов в городе Грозный, в самой Чечне, как проходят все турниры. Много нас слышал, много видел, теперь посмотрю своими глазами и подсниму. Вот так-то ночной Грозный, Грозный сити, самая большая мечеть в Европе, в Завод, в Европе. Ну, на самом деле, правда, поражает глаз. Все очень красиво. Ну и ночной город весь светится, сейчас уже первый час ночи погасили свет. А так напоминает Лас-Вегас. Вот, развивается как город. Ночная, теперь такая, теперь такая. Неплохой вид из окна. Сегодня находимся в Грозном, в Колизее, проходят бои. Второй международный турнир по тайскому боксу. Боксируют мои друзья, Кемран. Да, конечно, сейчас ты грозируешься. Кемран, как настроек? Настроек боевой, готовый. У тебя изменился соперник, да? Соперник должен был быть Александр Абрамов. Блин, интересный бой, если честно, я вчера только узнал, что соперник изменился. Это знаменит, да, 10 лет он снялся. Ну, это, я думаю, что это для следующего более глобального такого турнира. Увидим его бы. Галя, тебе было бы интересно? Очень. Галина Попова, мастер спорта международного класса. Не снимайте. Серьезно не разрешает. Чемпион мира двукратный. Одни чемпионы здесь опасно находиться. Ладно, все позже. Ты испытываешь, когда тебя бинтует двукратный чемпион мира? Да, вообще. Сейчас обязательно надо победить. Предает тебе уверенности? Ну, ничего, Аллах. А, сделаем все, что надо. Ну, все, умный. Ждем сегодня интересная файт-карта. Думаю, будут интересные бои. Все, когда ждем твоего возвращения, Магомед? Скоро, скоро. Здесь, здесь хотел бы побоксировать в Колизее. Ты здесь не боксировал еще? Нет. Ну, знаю, что впереди. Вы здесь практически соседи. Не практически вы соседи, местные. Помаши рукой, Алверди. Это капитан сборной. Культурно просвещаемся в музее имени Ахмата Хаджи Кадырова. Так что мы не только боксеры по залам и по мешкам бить. Культурное просвещение. Духовное. Колизей на боях. Клади начались. Мой помощник сказал, что ты какие-то звуки издаешь. На, снимай. Рассказывай, как тебе сегодняшний бой, как турнир вообще? Турнир тебе? Турнир замечательный. Сегодня в Личейске одного турнира удивлен, что на таком высоком уровне. Вообще чутко все понравилось, встретили, все красиво, все прошло. Все по кайфу? Да. Он же выиграет, наверное. По кайфу обстановка уже все видна. Все, да, остались. Ну, начальный боя не видел, потому что разделки были. Ну, последний был личный. Ну, хотелось бы выделить твой бой. Во-первых, ты высокий, как я в своих поединках, особенно в ранних. Поэтому, на мой взгляд, твой нокаут был лучший в этом данном турнире. Турнир на нем поздравил. Не, это было красиво. На самом деле, сильная сторона твоего соперника были руки, твои были колени и локти. Мы ставили ставки, в каком раунде ты закончишь, были ставки на второй раунд, но на колени. Ну, то, что ты так красиво отправил своего соперника в нокаут руками, это добавляет тебе еще больше уважения. Я тебя поздравляю от себя, от дальнейших побед. Тебя всегда рад видеться и слежу за тобой. В Таиланде так же. Очень благодарен за приглашение на данный турнир, потому что это уже легендарная, наверное, арена Колизеи. И воочию наблюдать за ростом как единоборств, так и чеченских именно бойцов, за их продвижением, за их профессиональной карьерой. Поэтому хотелось бы спасибо сказать за это, естественно, Рамзану Ахматовичу Кадырову. Без него, без его участия, конечно, ничего бы этого не было. Не было бы и лиги, и не было новых чеченских чемпионов. Кимран, привет. Ну как тебе бои? Как турнир? Приветствую, Артем. Турнир прошел на хорошем уровне, хорошая организация, хорошие поединки. Правда, я недоволен своим боем, хоть я и победил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну, на самом деле, видно было разницу в классе, да? Да. Ты готовился на другого. Ты должен был с моим земляком, с Александром Абрамовым встречаться. Это был бы интересный поединок. Я ехал, хотел посмотреть именно его. Буквально за дней 5-10 сменили соперника. Узнал я за дней 5, как дело перестраиваться. Я полностью тебя понимаю, но на самом деле, это было бы такое событие в мире тайского бокса, потому что два человека, чемпионы Европы, призеры мира, мастера спорта международного класса. Я думаю, это еще будет, Артем. Сто процентов. Я сам этого хочу, думаю, Александр тоже этого хочет. Ну как, турнир по кайфу? Ну, не здорово, здорово, по кайфу. Красавец, красавчик. Давай, сфоткаемся. Добрались до Аллеи Славы. Здесь представлены экспонаты из Великой Отечественной войны. Пушки, грузовики, танки. Очень сильно напоминает мне, если честно, Астану. Ну, то есть, вот так, по размаху. Ну, и схожесть культур все равно видно. Как везде, вечный огонь. Где проходил пока споры. Здесь же дом торжеств. Центр светской жизни Чечни. Арби, ну как, каждая неделя бой, ты не устал боксировать? Неделю назад бой в Москве и сейчас опять. Если честно, устал вообще от боев. Хочу чуть-чуть. Ну, можно в Таиланд съездить, отдохнуть уже просто. Да, но... На Волкин-стрит сходить. Хочу чуть-чуть отдохнуть. Там пару месяцев. Нет, боксировать постоянно тоже нельзя. Нужно отдыхать, потому что потом усталость накапливается. Это может сказаться на поединке. Но сегодня какие впечатления по бою, о сопернике? Что можешь сказать? Сегодня нормально. Думаю, подбоксировал. Хорошо побоксировал. Ну, был нокдаун, в принципе, выиграл. Ну, и соперник был тоже хороший бой. Соперник тоже неплохой был. Хороший был соперник. Нет, отличный бой. Мне все понравилось, если честно. Ну, ты, конечно, солдат. Каждую неделю в бой. Давай, желаю тебе новых побед. Отдыхай и вперед. Азбек, ну, рад видеть тебя снова в ринге. Как впечатления от турнира? Что скажешь по бою? Впечатления хорошие. Турнир такой на высоком уровне прошел. Давно не боксировал, но сейчас потихоньку втягиваемся. Ну, видно, как говорится, опыт не пропьешь. Но на ногах хорошее передвижение. Чуть контратак не хватало. Да, как бы это, вот со временем доработаем. Ну, очень конкурентный бой. Я думаю, вполне уместен был матч-реванш. Да, я думаю, матч-реванш будет в любом случае. Я сам хочу реванш. Думаю, что через некоторое время все-таки состоится. Ну, дай бог, мне понравилось все передвижение. Чуть не хватило контратак. Я думаю, в скором времени тебя увидим. И побед тебе! Спасибо, Артем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь дневной Грозный. Ну, наверное, такое самое современное место. Ну, естественно, куда без надписей. Я люблю Грозный. Сама мечеть непосредственно. Крупнейшая в Европе, еще раз повторюсь. И Грозный Сити. Аналог Москва-Сити даже чем-то напоминает. Плюс, еще, насколько я узнал, здесь таких глобальных проектов. Стоэтажные здания, огромные торговые комплексы. Ну, само восприятие города достаточно приятное. Но судить каждого, каждого свое мнение по этому поводу. Вчера поснимали ночью. Вмечает сегодня днем. Впечатляющее настроение. Что-то не говорить. Чуть не упал, правда. Сердце Чечни называется на чеченском Нох Чудог. Скоро заговорю на чеченском. Вчера заходили вовнутрь. Впечатляющее. Огромные масштабы такие. Вблизи Грозный Сити. Все время хочу назвать Москва-Сити, потому что вспоминаю, что Грозный. Показывал мечеть ночью. Ночной вид мечети со своего окна, с отеля. Сегодня вот окно отеля со стороны мечети. Вот Грозный. Как называется отель? Отель как называется? Грозный Сити. Грозный Сити отель. Пять звезд. All inclusive. Как-то так. В центре Грозный Сити. Бизнес-центры, да? Здесь отели, получается. Жилые, да? Бизнес-центры для гостиницы. Выходные в Чечне подошли к концу. Бои, на мой взгляд, прошли отлично. В принципе, для второго турнира были неплохие поединки, хороший состав пар. Да и зрелищные поединки, несколько нокаутов, молодое поколение растет. Надеюсь, и представители Кузбасса скоро будут выступать на данном турнире. Поэтому пожелаю VHMC международному турниру процветания. Ну и в конце немного еще вида с высоты птичьего полета дневного уже Грозного. Поездка Грозная окончена, летим домой. Продолжение следует...